Даже после проведения зимних олимпийских игр безопасность пассажиров остается главным критерием служебной деятельности транспортной полиции. По-прежнему осуществляется тщательный досмотр тех, кто пользуется железнодорожным транспортом и для обеспечения порядка работает более 300 видеокамер с выводом на пульт дежурной части. Многие так и считали, пройдет Олимпиада и вокзал будет более открытым, но вся система досмотра пассажиров осталась. Люди относятся с пониманием к необходимым мерам безопасности. Я хорошо отношусь к тому, что для безопасности людей, спокойно и в магазинах, и на вокзалах, и везде. Общественников интересовало, как на железнодорожном вокзале организовано взаимодействие пассажиров с транспортной полицией. Указатели на месте. Из нововведений пульт экстренного вызова сотрудника полиции. Дежурная часть. Добрый день. Проверка связи. Нас слышно, видно хорошо? Да, отлично. Далее необходимо было посмотреть, дежурная часть под замком или нет. Все просто. Достаточно нажать на кнопку. Внутри стол, стул и письменные принадлежности. На данном стенде, согласно нормативно-правых актов, находится уголок заявителя, где заявитель, который приходит, может написать заявление. Также здесь предусмотрены образцы принятия устного заявления о преступлении. Также и протокол явки с повинной. Показали общественникам и камеру, куда помещают задержанных. Скажите, пожалуйста, кто обычно сюда доставляется? Что это за олимпийские? Обычно. Вот когда проходили Олимпийские игры, в дежурную часть на ЖД вокзале доставлялись все граждане. То есть это граждане, которые, согласно 686 указа президента, доставлялись иностранные граждане, которые находились больше трое суток или больше суток. Доставлялись также в дежурную часть хулиганы. Система видеонаблюдения на железнодорожном вокзале расширенная. Только внутри комплекса работает 158 камер. На экранах все как на ладони. По уровню безопасности и охранных мероприятий мы это доказали и на Олимпиаде. И, поверьте, наверное, лучшие у нас сегодня охранные мероприятия в России. Подобные инспекторские проверки перед началом курортного сезона пройдут на всех железнодорожных станциях Южного федерального округа. В Сочи такая проверка была проведена первой. Елена Всецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.